Добрый пятничный вечер! Сегодня в гостях у меня удивительный человек. Помните, как пелось в известной песне? Поэт, художник, музыкант. И, в принципе, этот список можно продолжать до бесконечности. Татьяна Тейвас. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Светлана. Спасибо, что пригласили. Очень рада. А, Татьяна, я правильно вас представила? Столько разных всяких ролей у вас в жизни. В целом правильно, но еще многих не хватает. А вот давайте еще добавим. Даже если взять только базовые мои роли, то не хватает писателя. Так, писатель. Но это только то, что касается базовых, потому что есть еще много всего остального, что сопровождает мою профессиональную деятельность. И там тоже очень много функций и административных, и творческих. Поэтому поэт, художник, музыкант, писатель. Плюс много всего остального. Ну и, конечно же, давайте озвучим очень интересное событие в вашей жизни. Вы подали заявку в книгу рекордов Гиннесса. Да, совершенно верно. Это как раз причиной послужило то, о чем мы сейчас говорили. О том, что в моей жизни есть много различных ролей. И выполняю я их, надо сказать, профессионально. По каждому из направлений у меня есть портфолио. То есть это не просто номинальные названия. Это действительно то, что я делаю в жизни по-настоящему. И да, я подала заявку на установление рекорда для книги рекордов Гиннесса. И номинация как раз самое большое количество функций, которые выполнил один человек в рамках одного перформанса. Я 9 декабря показала премьеру своего собственного авторского моноспектакля у нас в Таллине в РКЦ. И как раз для того, чтобы это произведение сложилось цельным... И увидело свет. Да, и вообще появилось. Мне нужно было выполнить очень много всего. Вот, поэтому ждем ответа от Гиннесса. Я надеюсь, он будет положительным. Ну вот скажите, пожалуйста, как долго еще ждать ответа? Ой, не знаю. Я думаю, что уже пора спросить у самого Гиннесса, потому что срок как раз заканчивается сегодня. Я ожидаю ответа буквально, может быть, прямо в эту минуту, когда мы с вами разговариваем. Ну давайте все-таки немножко помечтаем. И вот сейчас представим, что этот ответ, положительный ответ вы уже получили. Что вам нужно будет дальше делать для того, чтобы все-таки попасть в эту самую книгу? Да. Даже это я знаю только наполовину. Я понимаю, что я должна буду доказать, что эти все роли, функции были выполнены. И это можно сделать с помощью видео. Но я точно знаю, что тогда 20 декабря, если ответ будет положительный, мы устроим официальное мероприятие в Таллине, где этот рекорд должен быть подтвержден. Но ответ от Гиннесса будет содержать не только да или нет, но и какие-то инструкции. Что там может быть, я пока не знаю. А какие-то члены комиссии от них тоже приедут? Будут какие-то сторонние наблюдатели? Как это происходит на самом деле? Просто я никогда бы не сталкивалась с таким процессом. Верите, я тоже. Поэтому я не знаю, но я знаю, как это бывало у других людей. И да, комиссия приезжает. А почему у вас возникло вот такое интересное желание попасть в книгу рекордов Гиннесса? Ну, причин на самом деле много. От очень таких, я бы даже сказала, маркетинговых до каких-то личных амбиций. А вообще, почему мне, в принципе, эта тема интересна и почему именно эта номинация? Я вижу по ходу жизни огромное количество людей, очень талантливых. И для этого даже есть термин. Это называется мультипотенциальность. Такие люди называются мультипотенциалы. Те, кто обладают большим количеством профессиональных навыков и могут выполнять, ну вот да, как человек-оркестры, и играть на всем, и еще жонглировать параллельно. Вот. И, в принципе, эта тема того, насколько люди талантливы, на того, что вообще человек, просто обычный человек, может делать в своей жизни и достигать каких целей, мне кажется, это очень позитивный момент для людей вообще. И мне бы хотелось, чтобы люди думали о регалиях, о достижениях, не как о чем-то заморском и волшебном, а вполне себе о том, что можно заслужить конкретными действиями. И своим примером вы хотите показать, что вот он рядом с вами есть такой человек, который записан в книге рекордов Нинеса. Точно. А если вернуться все-таки к материальной стороне вопроса, вы что-то получаете от этого мероприятия, скажем так, или наоборот, вы должны заплатить какие-то деньги, чтобы вот подать заявку? Подача заявки происходит на платной основе, но мне кажется, это вполне формальность, потому что цена вопроса 5 долларов. А, 5 долларов стоит подать заявку в книгу рекордов Нинеса. Но это на общих основаниях, потому что у Нинеса есть еще и коммерческая основа. И подавать платную заявку тоже можно. Я, честно говоря, не знаю, что отличается. Может быть, они больше... Может быть, она быстрее рассматривается? Рассматривается она быстрее, но, может быть, там и результат какой-то другой получается. Но стоит это достаточно увесисто. 10 тысяч... Долларов? Долларов, да. И тогда это уже коммерческий проект. А я на этом... Да, и вы спрашивали про, получаю ли я что-то или нет. Нет, эта премия, она не дает никаких гонораров. Гонорарных благ. Да, да. То есть это чисто имиджевый фактор. Но он косвенно влияет на будущие заработки. Это тоже надо понимать. Потому что сначала мы работаем на имидж. Потом имидж работает на нас. Точно. Татьяна, расскажите все-таки о спектакле, о моноспектакле, который прошел в Центре русской культуры. Как это выглядело со стороны? Мы, к сожалению, на нем не присутствовали. А на сцене были только вы? Только я. Два рояля и одна инсталляция. Вот мы выступали в таком составе. Прошу прощения, еще был куст искусственного растения. Ну так не густо, да, получается. Потому что в этом спектакле самое важное — это текст и желание автора и исполнителя максимально проникнуть человеку в сердце, человеку в голову. И не то, чтобы там поковыряться и что-то поделать, а предложить ему подумать о каких-то обстоятельствах, о самом себе, о своей собственной жизни, о своих собственных смыслах. И сделать это где-то легко, прямо со смехом, с юмористическими какими-то местами спектакля. Где-то грустно, я бы сказала, все как в жизни. Потому что жизнь, она не веселая и не грустная. Музыка тоже не бывает веселая или грустная. Все бывает очень разноплановым. И спектакль точно такой же. В основу спектакля легли мои авторские произведения. Это и песни. Я сама их пишу и делаю аранжировки. Я уже поняла, что вы делаете абсолютно все в этой жизни сама. И стихи, и все это связано представлением и прозаическими вставками, которые связали все это в единое произведение. То есть это не концерт из разных номеров. Это единое повествование от начала и до конца. А как вас встретила публика? Какие эмоции были у людей? Эмоции были потрясающие. Они продолжаются до сих пор, хотя вот уже прошла неделя. И это бесценно. Для меня это бесценно. Эмоции сильные. То есть люди писали личные сообщения на Фейсбуке, рассказывали о своих переживаниях. И я понимаю, что простые человеческие темы продолжают откликаться. Что для того, чтобы быть в контакте с людьми, совершенно необязательно придумывать что-то такое неизвестное, что-то такое непременно креативное ради креатива. То есть можно говорить о вечном. Абсолютно, да. И это в очередной раз меня удивило, поразило и опять согрело меня душу. Но я смотрю, что даже об очень серьезных вещах вы привыкли говорить с юмором. Откуда вот такое отношение легкое к жизни? Наверное, от того, что я интроверт, склонный к депрессиям. Сейчас вы меня удивили, да? Откровенно говоря, да. И поскольку мне самой с этим не очень комфортно, то я предпочитаю жить веселее, бодрее, настолько, насколько я могу это в конкретный момент. Но ведь это нелегко делать. Нужно откуда-то получать подзарядку. Вот в чем состоит именно ваша вот эта вот подзарядка? Откуда вы берете энергию? Откуда вы берете столько позитива? У меня, безусловно, есть собственные источники праны. Это прогулки на природе и созерцание. Это такие вещи, очень медитативные для меня, которые меня действительно наполняют. Но в принципе занятие творчеством само по себе, это постоянная прокачка энергии. То есть когда ты выдал какой-то результат, может быть даже промежуточный какой-то результат, ты его выдал, и вроде бы ты опустошен. Но происходит очень быстрое наполнение. И этот процесс, он постоянный. Поэтому чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Вот такой вот. Но невольно возникает вопрос, если всю жизнь вы все делаете сама, и столько всего творите, и пишете книги, вы вообще отдыхать-то успеваете? Или вы отдыхаете только в процессе творчества? Я занимаюсь любимым делом, поэтому я не отдыхаю никогда. Мне скорее не хватает времени в сутках. Это длится уже очень много лет, и я хотела бы как-то договориться со временем, чтобы успевать делать больше. Вот это меня огорчает больше, чем то, что да, я не разделяю время отдыха и работы. Татьяна, сегодня вы пришли к нам в студию без рояля, без куста, но вы принесли с собой вашу книгу. Расскажите, пожалуйста, когда она вышла, и что в нее вошло? Да, книга — это мой поэтический сборник «Три шага от женщины к женщине». Это уже вторая версия, второе издание, но первое не существовало в книжном варианте. Можно я посмотрю? Да, конечно. И это подборка моих стихотворений лирического содержания, то есть о любви. Но, опять же, не просто о любви, а прослеживается тенденция. Ведь что такое любовь, из чего она состоит? Есть ли у нее какие-то циклы у этого вообще процесса любви? Я их обнаружила, это встреча, страсть и расставание. По такому сценарию проходит очень много любовных историй, и все стихи разделены как раз по этим группам, потому что по этим этапам, то есть на три рубрики. То есть это должны быть очень откровенные стихи. Я вот читаю, что цель этой книги — погрузить в атмосферу эротики и предельной женской чувственности. Конечно. Как интересно! Мне стало очень интересно. А разве бывает любовь беспредельной откровенности и эротики? То есть в вашей поэзии витает атмосфера эротики? Безусловно. Вот сейчас вы действительно заинтриговали, я думаю, наших зрителей тоже. Я совершенно не представляю, как могло бы быть иначе. И сколько произведений вошло в эту книжку? Сейчас затрудняюсь сказать, но порядка 70. Но это не единственная ваша книга. Я знаю, что вот-вот выйдет и вторая ваша книга. Это будет уже не сборник стихотворений, это будет роман, да? Да. Расскажите, как он будет называться и какая тема поднята в нем? Роман называется «Если мама-космонавт». Эта история, она в значительной мере и автобиографична, но вообще-то она поднимает острую социальную проблему того, как люди вообще принимают друг друга, и принимаем ли мы свободы друг друга. Знаете, есть такая замечательная фраза «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Фраза замечательная, и даже многие ее знают, и даже кто-то любит, но... А как она реализуется в жизни? И что считает свободой? И как происходит коннект между людьми в той зоне, где мы соприкасаемся друг с другом своими свободами, желаниями? Возникают сложности на самом деле, да? Да. И не только сложности, но и трагедии. Потому что возникают травмы, которые идут с нами по жизни. И в частности, эта книга делает акцент как на глобальном вопросе о том, как мы принимаем друг друга, так и о конкретно зоне материнско-детских отношений. Потому что я уверена, что у вас тоже в окружении достаточное количество людей, которые уже во взрослой жизни обижаются на своих матерей, на отцов. В принципе, все свои взрослые проблемы хотят оправдать именно своим детством. Да. И этот вопрос я тоже рассматриваю. Это творческое исследование. А как по-вашему? То есть получается это заблуждение списывать все свои неудачи во взрослой жизни на детские травмы? Мне кажется, что это недопонимание сути травмы вообще. И, откровенно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы уже в детстве с нами говорили на понятном нам языке, но пытались донести мысль о том, что выводы о том, кто плохой, кто там тебя травмировал, кто тебя обидел, с этими выводами нельзя торопиться. И второе мое устремление — это очень бы хотелось, чтобы у людей вообще повысился уровень осознанного отношения к жизни. И тогда понятие травмы очень сильно трансформируется в другую сторону, и тогда это уже не так сильно мешает жить или излечивается совсем. Ну и как я понимаю, в вашей новой книге вы поднимаете роль матери в современном обществе. А может ли женщина, мать, может быть, ни одного ребенка, двоих, троих детей, быть свободно, саморализовываться, уделять больше времени себе на самом деле? Или это иллюзия? Может. Женщина может все. И женщина, и вообще любой человек может все. Я за то, чтобы каждый жил свою жизнь. Но ведь часто тогда косо смотрит общество и говорит, ты плохая мать, или, как сейчас принято шутить, мать года. Да, вот об этом как раз роман. Вот. И действительно, вот как на такие придирки реагировать женщине, которая хочет все-таки быть не только матерью, но и успешной женщиной? Ну, во-первых, к этому надо быть готовой. К тому, что будут косо смотреть, будут негативные ответы, будут кидаться вот мать года, и не только. К этому надо быть готовым. И когда ты делаешь какой-то выбор, вообще, откровенно говоря, когда мы делаем серьезный выбор в своей жизни относительно чего бы то ни было, этот выбор всегда подтягивает за собой необходимость быть смелым и даже отважным, потому что всегда найдутся люди, кто скажет, что этот выбор неправильный. И даже если тебя поддержит какое-то условное большинство, всегда найдется кто-то с противоположным мнением. Во-первых, к этому надо быть готовыми. Во-вторых, надо понимать, что для тебя важнее, и действовать, соответственно, своим собственным приоритетом. А если они таковы, что женщина хочет успеть и реализоваться как мать, и в какой-то профессиональной сфере, или там, не знаю, в творческой сфере, она абсолютно имеет на это право. Никто никому ничего не должен. Я, может быть, скажу страшную вещь для кого-то, да, но мы имеем право даже делать выбор, если он наносит, ну, какой-то, какой-то ущерб детям. Я не говорю ни в коем случае про какие-то страшные вещи. Это, конечно, нет. Но вот где та грань, может ли женщина все время быть на работе? А ребенок от этого страдает, потом он выходит во взрослую жизнь и говорит, мама меня не любила, она меня бросила. Нет, она тебя не бросала, она тебя очень любила, просто она делала свое дело. А дела бывают разные. У кого-то дела прямо на дому, и поэтому с ребенком видится много, а у кого-то дела на выезде, и тогда с ребенком видится мало. Но сейчас я уже предугадаю реакцию наших зрителей, они спросят, наверняка спросят, даже сами у себя, ну, наверняка Татьяна так говорит, она, наверное, теоретик или практик все-таки тоже. У вас, Татьяна, есть дети? Конечно. У меня взрослый, прекрасный сын, я очень его люблю, я очень им горжусь, да, и поэтому я абсолютный практик. Но у вас всегда были четко выстроены свои границы, да? Да. В общении с ребенком. Да. То есть вы занимались своими делами, и никак материнство вам не мешало самореализовываться. Во-первых, не мешало, во-вторых, мое понимание моих личных границ дало мне возможность воспитать это в моем сыне. И у нас, даже с его самых малых лет, он имеет право по любому поводу сказать, я не хочу, и там, не услышать в свой адрес какие-то страшные слова, обвинения или недовольства. Он имеет право не хотеть общаться, он имеет право не хотеть сфотографироваться с семьей. Например, я привожу просто примеры. и в обычных, ну, как бы, не то, что в обычных, а в других семьях, может быть, это, такие моменты переживаются сложно, а у нас нет. Если ребенок сказал, я не хочу, я не хочу. Если ребенок не хочет есть, он имеет право не есть. Ну и скажите, как отношения складываются ваши с ребенком во взрослой жизни, уже со взрослым усилий, наверное, да? Правильнее будет сказать? Я очень горжусь тем, что с каждым годом мы все больше идем во взаимопонимание, в уважение, в любовь и в такие очень, я бы сказала, взрослые, достойные отношения на паритетных началах. Мне это очень нравится. К сожалению, наша передача не резиновая, и мы будем закругляться, хотя мы не обговорили тысячу тем и тысячу ваших занятий в жизни. Я желаю, чтобы все-таки Книга рекордов Гиннеса поскорее вам ответила, и мы уже увидели продолжение этой истории и, надеюсь, что на страницах нашего портала. А вам я желаю доброго вечера. С вами был Лимон Лайв. Пускай пятница будет такой же яркой, как наша студия. Присоединяюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова